Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Затормозило, чтобы избежать ДТП, но люди все равно пострадали. Два человека получили травмы в ДТП на проспекте строителей. Обокрал на остановке. Ленинский районный суд отправил в колонию строгого режима отца пятерых детей. Решила устроить Лас-Вегас по-кировски. Сорокалетняя кировчанка вместе с двумя подругами организовала подпольный горный бизнес. Заглох, но сходил за бензином и все равно поехал. Машина сама даже тебя не хочет везти в таком состоянии. На улице Репсия сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного водителя Лады Калина. Два человека получили травмы в ДТП на проспекте строителей. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла во вторник днем у дома номер 30 по проспекту строителей. По предварительным данным ГИБДД двое пассажиров упали от резкого торможения троллейбуса. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель троллейбуса «Зио» во избежание дорожно-транспортного происшествия применила резкое торможение. В результате чего в салоне троллейбуса совершили падение два пассажира. Это 61-летняя женщина и 6-летний мальчик, которые получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. На улице Лепсе пострадал 4-летний ребенок. По предварительным данным полиции, 63-летний водитель «Рено» поворачивал налево и сбил девочку, которая неожиданно вышла на дорогу. Пострадавшие медики оказали помощь. Еще один ребенок получил травмы в ДТП на улице Карла Маркса. По предварительным данным ГАИ, 43-летняя женщина-водитель «Киа Спортейдж» поворачивала направо и наехала на 8-летнего мальчика. Ребенку пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Авария с участием пешехода случилась и в Котельниче. По предварительным данным ведомства, 32-летний водитель «Ауди» наехал на 41-летнюю женщину. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Полицейские города Яранска разыскивают водителя ВАЗа 12-й модели. Во вторник днем он выехал за пределы дороги, врезался в забор и убежал. Пострадавших нет. Виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест. Сергей Пичугин, место происшествия. Ленинский районный суд отправил в колонию строгого режима отца пятерых детей. 46-летний рецидивист Артур обокрал на остановке женщину на 20 тысяч рублей. Все подробности в нашем следующем материале. С потерпевшей Артур познакомился в кафе. Судя по всему, после этих посиделок должно было быть продолжение вечеринки. Но по данным следствия, дама уснула на остановке. На остановке общественного транспорта в областной больнице увидела женщину, которая спала, у которой находилась на коленях сумка. Он подошел к указанной женщине, открыл молнию сумки, откуда совершил хищение сотового телефона и золотых украшений. Артур забрал в итоге все. Вместе с сумкой и скрылся. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Возможно, мужчина надеялся, что потерпевшая не вспомнит, с кем выпивала. Но камера видеонаблюдения подвела злоумышленника. При назначении наказания судом учтена была степень общественной опасности содеянного, характеризующая данные личности подсудимого, который женат и имеет на иждивение 5 малолетних детей. Работает грузчиком. В качестве обстоятельства отечечивающего наказания судом призвано было совершение преступления при рецидиве преступлений, поскольку ранее имел судимости за совершение аналогичных преступлений. В итоге за эту кражу рецидивисту Артуру суд назначил один год строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Решила устроить Лас-Вегас по-кировски. 40-летняя кировчанка вместе с двумя подругами организовала подпольный горный бизнес. Потеряла 210 тысяч рублей. Кировчанка поверила, что ее банковская карта, заблокированная, перевела мошенникам деньги. Заглох, но сходил за бензином и все равно поехал. Машина сама даже тебя не хочет вести в таком состоянии. На улице Репсия сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного водителя Лады Калина. Не уступил дорогу Камазу. На улице Горького камера зафиксировала, как водитель БМВ спровоцировал аварию. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Решила по-быстрому заработать денег и организовала подпольный горный бизнес 40-летняя кировчанка вместе с двумя подругами. Поработать так приятельницам удалось в течение трех лет, пока на днях к ним не пришли клиенты в погонах. Все подробности в рубрике «Сводка». С виду ничем не примечательная дверь без вывесок на улице Чапаева, но вот внутри помещения любителей азартных игр ждало множество развлечений. 40-летняя кировчанка и две ее подруги в 2017 году организовали незаконный игорный бизнес. Установили компьютеры, а игры проводили через интернет. Видим при игре расчет на мониторах персональных компьютеров игроков уменьшается или увеличивается в зависимости от выигрыша или проигрыша. Да, мы создали не только ОПГ, но и атмосферу, и домашний уют. На стенах развесили картины, клиентам предлагали чай и кофе. А если игрок устал сидеть за монитором, то мог переместиться в лаунж-зону и сыграть в безобидные нарды. Впрочем, игорный бизнес трех подруг накрыли полицейские. В офисе, расположенном в доме на Чапаева, а также во втором, на Комсомольской, провели обыски. Изъяли 16 компьютеров, черновики, куда дамы вписывали доходы игроков и другие документы, а также деньги – 15 тысяч рублей. В следственном комитете возбудили уголовное дело. Созданная организованная группа характеризовалась наличием четкого распределения ролей, организованностью, планированием преступной деятельности, конспирацией, а также учетом всех полученных доходов. Следователи устанавливают все обстоятельства, выясняют, сколько подруги заработали на азартных клиентах. Расследование продолжается. Я прочитала и поразилась, потому что там было написано, что с вашей кредитной карты снято 7500 рублей. Утро для потерпевшей в тот день было недобрым. Проснувшись, она увидела подозрительное СМС, а беспокойная женщина позвонила по указанному в сообщении номеру. Ей ответил якобы специалист службы безопасности банка. И там представился Сергей, он представился якобы службой безопасности по денежным средствам на кредитных картах. То есть, ну, защита, защита. Мы поверили в это. Просто он так убедительно говорил, что просто невозможно было не поверить. Незнакомец сообщил, что карту надо заблокировать, иначе злоумышленники спишут еще больше денег. Для этого он попросил сообщить ему номер карты, срок действия, имя владельца и трехзначный код с обратной стороны. Делать это было категорически нельзя. Но женщина поверила лже-банкиру. В итоге мошенник списал у нее более 210 тысяч рублей. После этого потерпевшая позвонила в свой банк. Он говорит, с банком не надо разговор. Все понятно, сразу все понятно стало. И он отключился, этот Сергей, и все. Мы с банком поговорили, и банк нас, сказали нам, зачем вы с ними разговаривали, это мошенники. И они нам сказали, что да, у вас сняты все деньги. Когда потерпевшие набирают номер, то на другой стороне некий гражданин, представляясь работником банка, рассказывает о том, что проходит попытка списать денежные средства. И для этого надо гражданину сообщить данные банковской карты. В полиции напоминают, что никому нельзя сообщать данные банковской карты, а информацию нужно проверять только в своих банках. Решил оплатить товары чужой банковской картой молодой человек в джинсовом костюме. 9 июля в 5 утра он зашел в круглосуточный магазин на Октябрьском проспекте, взял бутылку пива и две пачки сигарет, а вот расплатился чужой банковской картой. Как оказалось, до этого он похитил из автомобиля барсетку с документами, водительским удостоверением, паспортом и полисом. Там же лежали банковские карточки. Расплачиваясь на кассе, он притворялся пьяным, закрывал лицо руками и старался не светить карту. Сейчас злоумышленника разыскивают. Алина Котрихова, Место происшествия. Все сделал для того, чтобы лишиться прав. Пьяный водитель Лады Калина на улице Северное кольцо. Мужчина сел за руль автомобиля, поехал домой, но на полпути обсох. Далее он с пассажиром купил на заправке канистру с бензином, залил топливо и поехал. Тем временем очевидцы сообщили информацию о водителе на горячую линию ночного патруля. Кадры задержания в нашем следующем материале. После остановки Калины полицейские не сразу поняли, трезв Константин или пьян. Ведь из салона авто доносился сильный запах бензина. Всего полчаса назад он с другом бегал на заправку за канистрой, так как его автомобиль обсох. Можете машину куда-то заглушить? Заглушим. Понял, понял. Давайте ублочим. Константин вышел из авто, покачнулся на ровном месте и сотрудникам ДПС все стало понятно. Употреблялись пикновенные питочки? Ну вот так, пивко. Пивко, да? Много выпили на сегодня? Чуть-чуть. А куда поехали? Домой. Домой? Тут неподалеку проживаете, да? По словам очевидцев Калина, заглохло прямо уже до путей на улице Северное кольцо. Ее помогали толкать случайные автолюбители. Однако Константин решил ехать дальше, несмотря ни на что. Бензин-то еще наливали. Просто бы отогнали куда-нибудь. А куда ее отгонять-то? Там же парковочка есть. Где? Там нигде нет парковок. Полицейские удивились решению водителя, ведь даже машина была против пьяной езды. Машина сама даже тебя не хочет везти в таком состоянии. Да, я знаю. А ты все равно едешь. Я уверен в себе. Ты уверен в себе? Верно? Я в себе уверен, почему бы и не хотел. Пассажир тем временем решил тоже залезть в кадр и ренулся к журналисту. Ты же что? Иди сюда, родной. Я на тебя в суд могу подать. Подходи. Я тебе нормально говорю, не подходи. Я тебе нормально говорю, не снимай. Зачем ты налеташку на эту? Лега что? По словам Константина, раньше его ловили пьяным за рулем, но тогда он был в статусе бесправника. Еще, 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 еще. Все, что больше 0,16, состояние алкогольного пьянения установлено. Все, что меньше 0,16, состояние алкогольного пьянения не установлено. 1,233 мг на литр вытекаемого в воздухе. Константин Александрович, состояние алкогольного пьянения у вас установлено. С результатом освидетельствования согласны? Да. Сейчас водителю грозит от полутора до двух лет лишения свободы. Константин мог этого избежать, если бы поехал домой на такси. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Не уступил дорогу Камазу. На улице Горького камера зафиксировала, как водитель БМВ спровоцировал аварию. Мужская дружба не знает границ. На улице Ломоносова пьяная парочка молодых людей сломала шлагбаум. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Горького камера зафиксировала, как водитель БМВ спровоцировал аварию. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Горького и Герцена водитель БМВ Х6 не уступил дорогу Камазу. В момент ДТП все светофоры мигали желтым сигналом, а улица Горького на этом перекрестке главная, поэтому вина водителя иномарки очевидна. В итоге в ДТП обошлось без пострадавших. Шоферу на БМВ выписали штраф 1000 рублей. На перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса столкнулись два кроссовера. Женщина на Хонде поворачивала налево и не уступила дорогу другой женщине на Хёнде. В аварии никто не пострадал. На улице Ленина могла произойти похожая ситуация, но водитель машины с камерой вовремя остановился. Водителю десятки стоит напомнить, что такой поворот на этом перекрестке запрещен. На трассе Гнутина-Шихова гонщик на девятке опасно проскочил перекресток. В Кирово-Чапецке на повороте занесло 14-ю. На Слободском тракте владелец регистратора с сигналом клаксона прогнал с дороги лося. Мужская дружба поистине не знает границ. На улице Ломоносова пьяная парочка молодых людей сломала шлагбаум. Сейчас хулиганы в розыске. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobakainbox.ru или пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском.